Какой-то броневой яйцо! Ладно, а половинку оставлю на обед. Упс! Упс! А с пола пить даже вкуснее, чем из кружки сидя за столом. Буду учиться серфингу. Мне снился очередной сон про покемонов. И вот я проснулась и подумала. Мой любимый цвет желтый, а любимый персонаж покемон Пикачу. В честь него меня и назвали по-японски Юмичу. Вот моя тетя София сняла же челленджи. Утро в розовом цвете и 24 часа в розовом цвете. И я решила, почему бы и мне не поучаствовать в таком челлендже. Итак, мое утро в желтом цвете. Придется постараться, чтобы не нарушить правила челленджа. И у меня все было желтое, даже еда. Погнали! Ну, мой покемона уголок вывезите прямо сейчас. И желтая покемона кроватка, и желтая покемона одеялка, и куча желтых Пикачушек. Потому что я собираю все, что связано с покемонами, и покеболы, и вообще. Просыпаюсь я в своем покемона уголке раньше всех собак, потому что я самая младшая из них. И у меня больше всех энергий для безумных дел. А это, кстати, мой жокенький питомец Пикачу. С утра я даю ему волшебную невидимую еду. Че ты ворешь, покемон? Ты не самая младшая, я младше тебя. И вообще, мне обязательно в этом видео спать в желтых подушках и укрываться желтым одеялом на желтом диване? Ну, киса Алиса, это же утро в желтом цвете челлендж. И вообще, поправь одеяло. И хвост свой пушистый спрячь. Да, отстань ты от меня, покемон, это вообще твой челлендж, а не мой. Ну, че ты? У меня, может, свой челлендж будет. Вот ребята соберут много-много лайков на этом видео. И напишут вот там внизу в комментариях, какой мне снять челлендж. Короче, после того, как я проснулась, я, как и все нормальные люди, иду в туалет. Пи-пи, кака все дела, у меня даже туалетная бумага желтая. Так, взрослые говорят, за собой надо смывать. Потом я беру желтенькой туалетки немножко. Хотя я люблю побольше. Побольше, 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 много туалетки. Хотя взрослые говорят, отрывай по кусочку. Этого достаточно. Этого вот, вот этого, да, серьезно? Ты тратишь слишком много туалетки. Ну, это же так круто, когда туалетки много. Ну, короче, потом я иду мываться. Ваня у меня в честь челленджа все желтое. Кстати, кроме покемонов я еще собираю разных уток. О, а можно до того, как я покажу, как я провожу утро в ванне, я похвастаюсь вам своими уточками и курочками. У меня их целая желтая коллекция. И это еще не все мои куры и утки, просто остальные другого цвета. Во какой птенчик. А про птенчиков сегодня на канале Magic Family вышел влог, где мы вместе с Ваней отправились на опасную прогулку. На самом деле мы пошли снимать малышей аистов на дрон. Но, как всегда, что-то пошло не так. Мы, конечно, детишек в гнизде сняли. Но потом у нас с Аней случилась беда. Я не знаю, как мы с ней после этого выжили. Короче, потом сходи и посмотри новое видео. А вот на эту курочку надо нажать, и тогда она родит яйцо. Но у меня не получается. А Аня, когда распаковку снимала, у нее получалось. Надавил на куру, и она родила яичко. Ладно, пойдемте обратно в Анну, а то же мне и умыться надо. Это папа утка, это мама утка, это их старший ребенок, а это их младшие дети утята. А это их ребенок-переросток. Ну, таким родился, что поделаешь. Так, включаю я водичку. Буль-буль-буль, карасики и уточки поплыли. Теперь, как говорят родыки, надо умыться. Я для своего челленджа купила желтое мыло. А еще желтую зубную пасту какую нашла, и детскую зубную щеточку желтенькую тоже. Так, смыло в желтой пачке оказалось белым. Ну, ладно, и так сойдет. Гигиена на первом месте, типа, да? Ля-ля-ля, умываем свою рожицу. Ну что, вроде получилось, да? Челлендж идет по плану, теперь надо почистить зубы. Сейчас на мою желтую зубную щеточку мы выдавим побольше желтой зубной. Пасточки, давись, паста, давись. Я паста дав, давлю пасту. По-моему, многовато получилось. Ну, ладно, главное же я соблюдаю правила челленджа. Родаки говорят, зубы надо чистить. Вот я и чищу их каждое утро, каждый вечер перед шнём. Фу, ненавижу чистить зубы. Ну, вроде изо рта не воняет, значит, взрослые скажут, я молодец. Так, теперь напоследок умоемся. И всё, вроде хватит. Пушистые руки помыла, пушистое лицо вымыла. Теперь надо вытереться, главное не поскользнуться. О, оказывается, у Ани было желтое мыло для моего челленджа. Ммм, обидно. Моё желтое полотенчик и цыплёночек. Иди ко мне, мои отцы, позалазь, давай на меня, мне надо высохнуть. Готово. Проснулась, сходила в туалет, умылась. Теперь пора завтракать. Ну и, конечно же, каждое утро родаки ругаются, что я забываю закрыть воду. Порчу полотенце, трачу много мыла, везде оставляю какой-то мусор. И после меня вся ванная вечно в зубной пасте. Но вы же сами видели, я старалась. Кстати, до того, как пойду завтракать, надо решить, что мне сегодня надеть в честь желтого челленджа. Что там у нас с погодкой? Вроде лето, а вроде холодно и пасмурно, непонятно. Ю-ху! Ой, наверное, все-таки желтенькая курточка для лета будет перебор, да? Как взрослые говорят, ты спаришься, зачем ты столько на себя надеваешь? Да, пожалуй, они правы. А как насчет кигуруми покемона? Ага. Хотя, наверное, в нем, походу, я тоже спарюсь. Значит, надо придумать что-то другое. Шапку летом надевать не вариант. Свитшот Пикачу тоже будет жарко. А моя футболка с покемоном опять в стирке. А еще у меня есть банданы с Пикачу, видите? Раз и два. Ну, похоже, они что-то тоже какие-то грязные. Надо маме отдать постирать. Короче, не буду я одеваться. Мне уже никуда не надо. Даже школу, ура! И мой желтый покемона пенал можно использовать теперь для чего-нибудь другого. И своей любимой желтой покемона ручкой. Можно не уроки дурацкие в желтой тетрадке моей делать, а что угодно калекать. Ладно, а теперь самое время пойти позавтракать мимо желтого пылесоса в честь челленджа. О чем? Я бы, конечно, с удовольствием в честь челленджа пожелала бы желтых вкусняшек. Желтый ММД, смороженка, желтый сок. Но нам собакам такое нельзя. Хотя человеческой зубной пастой и мылом тоже мыться нельзя. И Аня разрешает только корм платину. Но надеюсь, она не узнает, что я буду кушать без нее из своего желтого ланчбокса с миньонами. Я его специально для своего челленджа в желтом цвете купила. И долго думала, что же мне нужно желтого-то из еды. И вот что я надумала. Яйко, яичко. Иди в свой новый домик. Правда, как его в скорлупе есть? Повторять, ребята, без взрослых это не стоит. Киа. Покемоновый удар. Да что оно не разбивается? Так, какой-то монстр. Какой-то броневой яйцо. Ладно, половинку сейчас съем. А половинку оставлю на обед. Собака, можно чуть-чуть ем мне яичечко. Желтый сырок. Ой, Анька будет ругаться. Сыра, собака, можно совсем-совсем чуть-чуть. Вот прям один грамм. Вот совсем-совсем немножечко. Я обещаю, множечко я и не буду. А это на ужин оставлю. О, собакам можно совсем чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть бананчика. Иди сюда. По-моему, отличный завтрак получается с соблюдением всех правил челленджа. Сейчас я тебя распилю, мистер банан. Непонятно только почему ты в пятнышко. Ты что, банан-далматинец что ли? Малютенький кусочек на обед. И чуть-чуть сейчас. По-моему, получился неплохой завтрак. Надеюсь, они не узнают. Осталось только все это запить. Из моей покемоновой, точнее, покебольной круженцы. Упс. Упс. Пора заняться очень важными делами. А с пола пить даже вкуснее, чем из кружки сидя за столом. Опять будут говорить, что я все засвинячила. Но я же не специально, вы сами видели. Так, пойдемте заниматься супер важным делом. Итак, у меня есть походный непромокаемый желтый рюкзачок. Желтая сумка Пикачу для похода в магазин за продуктами. И маленькая желтая сумочка Пикачу для всяких мелочей. Я собираюсь на улицу и надо решить, какую взять. Потому что все зависит от того, чем я сегодня займусь. Помогайте. Буду учиться серфингу. Или устрою пузыри пати. Я специально для этого купила кучу всего желтого для пускания самых разных мыльных пузырей. В том числе гигантских. Или же мне устроить страйкбол. Ну, в смысле, с ребятами пуляться вот этими желтыми шариками из моего желто-оранжего ружья. Смотрите, какое оно крутое. Или можно попросить Аню пулять эти шарики, а мы будем их ловить кто быстрее. Или же мне построить гигантский замок из песка. Я даже для этого строительства себе все желтое купила. Даже не знаю теперь, что выбрать и чем заняться. Видите, какие у меня грабельки есть. Короче, мне нужна ваша помощь. Последний желтый вариант. Устроить водную вечеринку в желтом цвете со всеми. И стреляться друг к другу водой из пистолетиков. Ну что, как думаете, а? Может быть, устроить остальным такой сюрприз, а? Заманить их, а потом облить водой. Ага, класс. Я, конечно же, за водную вечеринку у бассейна. Крутяк, будем купаться, мы с Мишкой даже полотенце приготовили. Эй, вы что тут делаете? А мы все слышали, как ты нас облить хотела. Ну так не честно. А можно все объединить и сделать трэшем 24 часа в желтом цвете. И серфить можно, там же попробовать. Я бы хотела научиться. Эй, ребят, у меня к вам серьезный разговор. Что случилось, Ань? Кто-то затопил ванную, оставил воду включенной и устроил там сумасшедший бардак. Не я точно? И не я. А на кухне что творится? Я даже описать не могу. Это точно был не я. Может, киса Алиса? Ага, Юмичу, киса Алиса, конечно. Поэтому там все желтое и тут все желтое. А вот что-то мне подсказывает кое-кто челлендж снимает. Ладно, это я, я была. Простите. Ох, покемон. Ладно, я пошла убираться за тобой. Ну, извини, пожалуйста. Крутяк, уже хочу вечеринку в желтом цвете. А вы, ребят, идите смотрите новое видео на нашем общем семейном канале Magic Fire Mali. Там такое, такое. Короче, пошлите тоже посмотрим. Ой, я-я-я, я в шоке.